Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает вопадом. Сегодня речь пойдет о древнегреческих мифах. О итальянской и греческой мифологии написано невероятное количество вещей. Но существует отдельный жанр. Он называется «Когда великие были маленькими». И в этом жанре созданы действительно незаурядные зачастую вещи. Потому что детство – это ключ ко всему. И мы-то с вами это прекрасно понимаем. Но иногда это не детство каких-то политических деятелей, художников, писателей, изобретателей. А детство, допустим, богов или мифологических героев. И вот именно в этом жанре пересказывают родные итальянские мифы с древнегреческими параллелями. Потому что мы помним, греческая и римская мифологии пересекаются. Каждое божество имеет два имени. Римляне аккуратным образом подобрали аналоги из своих верований. Или напрямую заимствовали в ряде случаев древнегреческие мифы. И у них все это было, конечно, связано с религией. Что делает Лаура Арвиета? Это классическая писательница итальянская. Именем ее названа премия. А в короткой биографической справочке о ней в конце книги не указана дата ее смерти. И вы знаете, это так органично смотрится. Такое ощущение, что это добрая итальянская бабушка, которая рассказывает сказки. Продолжает рассказывать вот уже более 120 лет или около того, судя по дате рождения. И прекрасно себя чувствует. И так выходит на чашечку кофе ранним утром, жарким. Смотрит все те же платаны, все те же кипарисы, все те же руины, как и несколько тысячелетий назад. И призраки богов, и голоса слышны на этих разваянах. Вот такая вот картинка. Складывается, судя по ее биографии. Эта писательница прекрасная, она для итальянской литературы сделала очень важную вещь. Ведь то, что мы называем древнегреческими и древнеримскими мифами, сюжетами, это для них родные сказки. Это для них вот часть того фольклора, как для нас Илья Муромец и Бабрега. Это очень своеобразное ощущение, такой подход. И, конечно, перекладывать их для детей вдвойне сложно. Потому что, с одной стороны, хочется максимально о литературе, сюжеты. Напоминаю, для тех, кто не знает, мифология и фольклор в своем изначальном виде не только не предназначены для детей чтения, а даже для многих взрослых не предназначены. Потому что травмирует, напугает, вызовет омерзение и ужас своими сюжетами, мотивами и перипетиями. Это совершенно детское чтение. Приходится прикладывать большое усилие и вырезать целые эпизоды из этих историй для того, чтобы их можно было скормить детям. Грубо говоря, это довольно сложный процесс. Кроме того, хочется их, конечно, облагородить. И вот в результате у нас получился такой наш ответ Перси Джексону. Кто знает, это, в общем-то, неплохие книжки, написанные примерно в том же жанре, когда Андромеда, Персей, Афина, сам Аид были маленькими детьми. И причем параллельно действия происходят в наши дни, в начале 21 века, в конце 20 века. Это если уже говорить о фильмах. И в некое условное мифологическое время и пространство, где вновь дерутся на мечах, вновь живут, как жили много тысяч лет назад греческие боги, где-то в 5 веке до нашей эры. И такие олимпийские, соответственно, страстики пятой традиции. Это такой Перси Джексон, сказка для современных подростков с использованием на материале греческой мифологии. У Лауры совершенно другие истории. Во-первых, они временами обходятся без сюсюканья. Потому что Гефеста выкинула с вершины олимпа мать. Взяла, значит, и выкинула. И это настолько страшно и дико, и непонятно современному и ребенку, и взрослому, что такую вещь либо надо исключать из сюжета, тогда вырежем половину истории, половину биографии этого бога античного, либо как-то объяснять. Вот Лаура не боится объяснять, да, и она берется за это и рассказывает, и объясняет. Ну вот, да, такое тоже бывает. И, конечно, все это кончается хорошо. Эти истории с хорошим концом. Это сказки в прямом смысле слова. И поэтому даже если там речь идет о Медузе Гаргоне, которая вот здесь у нас слегка, значит, горгонится так на обложке, то это совершенно не жуткая история, хотя античность полна такими историями. И не думайте, уважаемые взрослые, что вы с легкостью почитаете эту книгу, да и вообще зачем читать, в детстве куна читал, что-то там помню про Одиссея, что-то там помню про Геракла, обойдусь. Нет. Потому что если вы мне связаны сейчас, навскидку, перескажете миф об Эндимионе, я буду очень рад. Хотя кица вряд ли кто-то читал. Вот. Значит, это действительно богатая шкатулка, да, и там много всего. И многие сюжеты, мягко говоря, позабылись. Если вы помните, чем занимался Персей, кого он победил, и при чем здесь Пегас, и зачем ему крылья, да, то вот, например, скажите мне навскидку, пожалуйста, кто такая Андромеда. Ну, чья дочь, какая у нее судьба была, почему ее спасать пришлось. А? Вот. Детали забываются. Эти сказки, они очень являются хорошим чтением, потому что их прекрасно читать вслух и разбирать вместе, обсуждать вместе с ребенком, если он читает их самостоятельно. Много сюжетных поворотов, они совершенно забыты, скажем так, в массовом сознании, да. А вот в них-то, в деталях-то вся суть, вы же понимаете. Ну, и напоследок о стиле и об иллюстрациях. Рита Петручелли сделала из этих историй, местами, как я уже сказал, не мрачноватых, но довольно жестких, да, то есть там вот такие сюжетные вещи, сделала совершенно веселый мультфильм. Этот мультфильм вот такой забавный, с добрыми персонажами, с, значит, с очень запоминающимися мордашками, да, с таким очень идеализированным и таким слегка абстрактным пейзажем и бытом, то есть не отсылающим к классике живописи, скажем так, что не всегда было бы уместно для маленьких детей. Они не видели этих картин, они не видели этих статуй, они не знают, что это такое, у них нет никакой, значит, привязки всего этого. Поэтому им было бы сложно. А вот такой мультик они вполне воспринимают. Здесь у нас, что, значит, My Little Pony, что олимпийские боги в таких одеждах прекрасно воспринимаются, запоминаются ребенком. Помимо всего, ведь эта же книга носит откровенно познавательную функцию. Вы же понимаете, просто заучить аналоги римских имен, значит, аналоги греческих имен всех этих богов и героев на латыни, это уже отдельная тема, да, запомнить, что кто у нас, значит, Геркулес, а кто у нас Геракул, и почему это один человек. Это тоже важно. Кроме того, здесь на самом деле иллюстрации не просто смягчают повествование, они делают его гораздо веселее, потому что художник в некоторых местах откровенно шутит. И это очень хорошо. Некоторые сказки кончаются не очень весело. Допустим, возьмем Гермеса и Аполлона. Да, Гермес, значит, отдал Аполлону лиру, фебу, и с этой лирой передал ему умение волшебную музыку создавать. Взамен получил жезл, дающий ему богатство. И дальше автор достаточно так коротко и сухо пересказывает, что случилось потом. Гермес покупал быков, продавал быков, покупал коров, продавал коров, покупал овец, продавал овец, и в конце концов он купил всех коров, быков и овец на свете, стал самым богатым человеком, стал проводить огромное количество сделок, сделался покровительством всей торговли. Но за звоном монет, за выкриками торговцев, за шумом рынка он напрочь потерял способность слушать звуки волшебной музыки. И даже когда феб играл на его лире, он уже эту музыку не слышал. Вот такие вот лирические финалы можете встретить. Конечно, книга кому-то покажется неровной, неоднозначной, но и мифы очень пестрые. Мифы – это потрясающее собрание историй, ни одна из которых не похожа на другую. Внутри одной мифологической системы. Так-то и типология позволяет выстроить пантеон, и все, что там с ним происходило, практически для любого народа. Но мы, воспитанники классической культуры европейской, которая вся выросла на Греции и на Италии, вся выросла на классической античности, мы обязательно эту книгу должны держать дома. Это еще одна ступенька к сокровищнице культурной, которая представляет для нас детство человечества, как называют античность. Читайте, наслаждайтесь, издать ступешком в историю. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok